Всем привет! Вы на канале Теннис Здесь. Продолжаем нашу постоянную рубрику ТОП-3 ошибки теннисистов-любителей. И, как всегда, две самые обычные, очевидные, а одна какая-то неочевидная ошибка. Поэтому посмотрите видео обязательно до конца. И сегодня у нас будет подача. Одна из самых частых ошибок любителей – это подача сковородой с неправильной хваткой. Неплохо, кстати, летит достаточно и легко подается. Но что здесь не так? С хваткой сковородой, то есть неверной вот этой вот хваткой, когда выводится плоскость, вы можете подать только, по сути, одну подачу. Это плоскую подачу. С правильной хваткой универсальный молоточек вот так вот держим для проверки. Вот она, молоток, как будто гвозди забиваем. Вы можете подать три вида подачи – плоскую, резаную и крученую. И еще, к всему прочему, можете добавить скорости подачи за счет пронации руки. Поэтому самая простая ошибка, которую нужно сразу исправить у любителя – это научить брать универсальную хватку и выводить ракетку вначале ребром. То есть вот таким вот образом научить выводить. А дальше уже постепенно, по мере приближения к мячу, разворачивать руку в сторону, чтобы научиться пронации. Начинаем мы с простого упражнения. Держи. Бьем просто ребром вот так. Раз. Туда. Попадать стопроцентно не обязательно. Просто бьем ребром. Ракетку сразу заводим за спину. Вот сюда вот. То есть заранее заведи ее за спину сразу. И бьем ребром. Есть. Отлично. Теперь, когда вы побили ракеткой ребром, пробуем сделать то же самое, но только в момент подведения ракетки повернуть плоскость. Я не прокручиваю ручку ракетки в руке. Я именно веду также ребром, но в последний момент разворачиваю. И в правую сторону можно завершить. Вот это движение в правой стороне завершить. Движение тянем вперед туда, наверх, вперед. Вот. Хорошо. Повыше встречаю чуть-чуть. Ребром. И развернула в последний момент. Вот. Хорошо. А теперь расслабь руку и сделай свободнее это движение. Прям свободно. Ага. По ноге главное себя не бить. А так здорово получилось. Вот. Отлично. У нас добавляется пронация, добавляется вращение. Подброс только сейчас был неудобный. Если вы хотите, чтобы такие видео выходили чаще, поддержите наш канал по ссылке в описании. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет тоже под видео в описании. Там очень много новостей из мира тенниса. Еще также, как можно проверить универсальную хватку для подачи. Очень простой пример. Например, выводим ракеточку вот таким образом, чтобы она смотрела в пол. И кладем ее на большой палец. То есть она у меня ровно параллельно полу и лежит на большом пальце. Потом обхватываем ее целиком. И уводим вниз. Вот это верная хватка на подачу. Вот она у меня на большом пальце лежала параллельно полу. Обхватил. Обратите внимание на кисть. Она у меня идет ровно вниз. То есть нет никаких изгибов сильных. Я не держу вот так вот и не проваливаю вот так. То есть если вдруг я возьму неверную хватку, то мне либо придется ее провалить. Ракетка параллельно полу. Либо я проваливаю при неверном хвате. Либо, например, я буду вот так вот ее выпирать. Сильно выпирающая кисть. Она у меня ровно абсолютно. Вот на большом пальце лежит. И обхватил. Одна из самых частых и очевидных ошибок у любителей это перед подачей стоять уже корпусом вперед. Не в сторону корпус, а направлен сразу вперед. И так и подавать. На подаче. Вы стоите, корпус у вас направлен в сторону. Вставай ко мне. Разворачиваешься. Для чего это нам нужно? Чтобы у вас было больше движения ударное в мяч. Чтобы вы быстрее раскручивались в удар. Корпус не поворачивается до самой ударной позиции. То есть, когда вы уже начинаете разгонять ракетку. Корпус находится направленным в сторону. Вот, да. Очень хорошо. Ударная сторона ракетки смотрит в спину. Да. И корпус у нас, плечи раскрыты. Здесь очень важно, чтобы ваша позиция, так называемая trophy position, как раз была именно вот в этом положении. Что у вас корпус не направлен на сетку. Он смотрит в сторону. Если вы обратили внимание, что у вас уже вот так, вот это уже грубая ошибка. Поэтому начинайте вот с этой позиции. Подняли руки наверх. Ракетка вертикальна. Оп. Корпус смотрит в сторону. Какие у нас есть упражнения для этого? Во-первых, заводим ракетку за спину вот так вот. Берем двумя руками и встаем боком. Сейчас тебе нужно будет линию перепрыгивать. Ты встаешь вот таким образом. Вес тела больше на правой ноге. И отсюда раз. Таким перекатиком перепрыгиваешь, получается, линию. Оп. Перепрыгнул туда. Оп. Пока корпус у нас не поворачивается даже к сетке. То есть вот таким образом. Давай. Оп. Чуть-чуть побольше амплитуду сделай. И раз. И корпусом работаем вот здесь. Угу. Есть. Хорошо. Теперь отпускаем левую руку и делаем то же самое, но только уже с движением ракеткой. Сейчас покажу. Получается, сделали имитацию. И раз. Корпус поворачивается в момент, когда вы прыгаете. То есть вот идет он направлен в сторону. И отсюда, оп, я выталкиваюсь, корпус поворачивается. Угу. Хорошо. И потом уже можете сделать полноценное это движение. Соответственно, пока может быть даже без мяча. Завели ракетку сюда. И уже с движением рукой корпус разворачивается. То есть я веду. Подсел. Оп. Развернулся. Настя, иди сюда, куда-то ушла-то. Без мяча пока еще все делаем. Завожу, подсаживаюсь. И теперь, когда я буду выводить ракетку на удар, у меня корпус как раз и повернется. Раз. Туда. Подсаживаемся. Раз. Туда. Опять. Подсели. Хоп. Туда. Ракетку на замахе опускаем ниже. Она прям до попы дотягивается здесь. И раз. Туда. Ага. Еще. Угу. Извините. Для чего еще у нас корпус развернут в сторону? Нам необходимо правое плечо увести даже назад немножко туда, развернуться больше в диагональ. То есть у нас определенная диагональ. Кстати, видео по подаче можете посмотреть на моем канале. Там подробный разбор. Так что переходите по ссылочке в описании. Правое плечо мы уводим назад в сторону. Оно даже уходит в момент подброса в диагональ сюда. А левое, наоборот, поднимается наверх в диагональ. То есть вот такая позиция получается. И вместе. Раз. Правое плечо, оно максимально-максимально раскрыто. Грудная клетка раскрыта. И отсюда уже идет прыжочек с движением удара. Следующая неочевидная ошибка, которую часто любители делают, это из петельки выводят первой ракетку, а не плечо и локоть. Показываю, как это выглядит. То есть заводят ракетку в петельку и начинают из нее же сразу первой нести ракетку на удар. Завели в петельку и опять ракетку туда сразу несут. Отсюда необходимо вывести в первую очередь плечо и локоть. Локоть показывает нам на мячик, который у нас летит. Вот у нас мячик в подбросе в этот момент летит, когда у нас в петлю ракетка упала. И здесь у нас, вот он, локоть, выходит в эту позицию ракетка еще за спиной. Она еще здесь. И только потом она выходит на удар. Вот позиция, петелька, локоть, плечо, удар. Позиция, петелька, локоть, плечо, удар. А у тебя локоть, кстати, правильно. Ну вот у Насти эта ошибка отсутствует. Она сразу правильно ведет локоть первым. Вот если вы увидите, будет четко видно, что все-таки она локоть направляет в мячик сразу. Вот она завела сюда и сразу локоть туда вперед. Так что у нее этой ошибки нет. А у некоторых бывает. Пишите в комментариях, какие самые частые ошибки у вас на подаче. Подписывайтесь на канал, ставьте мячики вверх. И не забудьте, что поддержать канал вы можете по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok